В Московском педагогическом институте работают над книгой о нашем земляке Лемаре Павловиче Корзилове. Материалы для исследования помог достать президент Вадим Красносельский. Корзилов был разведчиком-диверсантом. В открытом доступе о нем очень мало информации. В Тирасполе он был известен как фотограф-репортер. Корзилов снимал жизнь людей и исторические события. А вот о том, как сам делал историю, не особо рассказывал ни родным, ни журналистам. Наш следующий сюжет о судьбе диверсанта рассказывает сам Лемар Корзилов и те, кто его знал. Разведка – это очень тяжелая, кровавая и грязная работа, но очень нужная. Очень нужная. И естественно, мы испытывали и страх, и боязнь за то, что не сможешь достать сведений, не сможешь их передать, за то, что тебя могут выдать любой. И было у нас такое. Его все знали как главного фотолетописца Тирасполя, но лишь немногим было известно, Лемар Корзилов был разведчиком и диверсантом в тылу врага. В начале июня 43-го лично минировал железнодорожное полотно на станции Слуцк-Осиповичи. Взорван паровоз и разбито 8 вагонов со стройматериалами. Кроме того, в 43-м году лично участвовал в подрыве еще двух эшелонов противника. Это выписка из наградного листа Лемара Корзилова. Один из немногих документов, которые еще есть в общем доступе. Остальные или уничтожены, или засекречены. О боевом пути диверсанта даже семья узнала лишь спустя четверть века после окончания войны. Я заканчивала школу, я впервые услышала на линейке его выступления. И я, в общем-то, даже заплакала, потому что мне было необычно, почему он в семье об этом не говорил, а вот говорит при всех здесь. А оказывается, что он звонил в Москву, и ему сказали, что частично можно уже рассказывать о нашей группе. Разведчику Корзилову родители дали коммунистическое имя – Лемар, производное от фамилии Ленина и Маркса. Он родился в 23-м году в Иркутске, но детство прошло в самом сердце Москвы, на Арбате. В армию ушел в 18 лет добровольцам, когда немцы уже стояли под Москвой. Его зачислили в часть 9903. Это была диверсионно-разведывательная часть. Вместе с ним служила Зоя Космодемьянская. Вскоре она стала символом героизма советского народа. Эта девчонка очень скромная, очень серьезная, очень пытливая. Ну что сказать. Испытала она очень большие муки. На первое задание, которое мы, кстати, не выполнили, пошли вместе. Но не удалось. Мы перешли линию фронта, а в этот момент, в октябре 1941 года, наши пошли в разведку боем. И обогнали нас. И мы уже Урал слышали впереди. Нам пришлось возвратиться. Лемар Павлович рассказывал, война для него началась, когда пришлось зарезать первого немца. Враг был в тулупе и валенках казался огромным. Когда группа разведчиков уходила с задания на лыжах, за Корзиловым тянулся кровавый след. Оказалось, немец успел прокусить ему руку. Командир группы пообещал расстрелять Корзилова, если немцы по следу их догонят. Тогда все обошлось. Я писал в свое время дневник. Но этот дневник мне пришлось больше сжечь. Мы попали в такое положение, что немцы могли нас схватить. Всегда на волосок от смерти Лемар Павлович рассказывал, в 43-м он был особенно близок к гибели. Жизнь ему спасла незнакомая женщина. Она предупредила, что явка провалена, когда он уже собирался зайти в дом, где должна была быть встреча. Потом женщину схватила полиция. Она чудом выжила в концлагере. Ходя по этой земле, среди немцев, ты каждый миг на волоске от смерти. Дело в том, что ты не просто ходишь. Ты разведчик, ты смотришь. А они же тоже не глупые. У них очень сильная контрразведка была. За время пребывания в тылу противника проявил себя активным, решительным, смелым, дисциплинированным. Сухие краткие строки характеристики Корзилова не могут рассказать о том, что на самом деле он пережил. Он был тяжело контужен под Калугой. В бою под городом Сухинич из 3000 десантников-разведчиков в живых осталось только 300. После этого боя сослуживцы считали Лемара Павловича погибшим, пока однажды не встретились с ним в Москве у Большого театра. Там традиционно собирались ветераны на 9 мая. Впервые в 1969 году и поехал на встречу. Фактически его нашли. Все считали, что он погиб в его группе. Он очень даже переживал и говорил, что может быть когда-нибудь я вам и расскажу больше и интересного об этой войне. В российском журнале «Человек и закон» появилась публикация о Лемаре Корзилове. Это издание не только о правоведении. В нем много исторических статей. Это первый материал, объединяющий рассекреченные данные о разведке. Московским исследователям помог Вадим Красносельский. Люди, которые призывают не заниматься своей историей, либо не понимают, что говорят, либо хитрят в своих интересах. Другого нет. Поэтому надо заниматься историей своего края, надо ее знать и любить. И перевивать эту любовь, кстати говоря, молодому поколению. Потому что мы в конечном итоге тоже будем историей. И как относимся мы к истории, так молодые люди будут относиться к конечному и к нам. Мы обратились к президенту с просьбой допустить нас до личного дела, которое хранится в военкомате в Террасполе. Соответственно, по его распоряжению личное дело копию нам выдали. И вот на основании личного дела, дневниковых записей, которые чудом сохранились, и, соответственно, материалов, наградных сайта «Подвиг народа», мы подготовили эту публикацию. На пенсии Лемар Корзилов снова записывал воспоминания. Копия рукописи сейчас в Москве в Педагогическом Госуниверситете. В следующем году обещают выпустить книгу о разведчике. Один из ее будущих авторов был знаком с Корзиловым. С Лемаром Палычем я трудился, служил в газете 14-й армии «Солдат Отечества». Он, соответственно, фотокорреспондентом, я начальником отдела. О нем мы, в принципе, какую-то информацию имели, но, скажем так, достаточно скромно. Журналисты поедут в Тирасполь в декабре месяце и, соответственно, они уже выйдут на дочку. Дочь Лемара Павловича подтверждает, информации о боевом пути отца очень мало. Россия, Белоруссия, Польша и Восточная Пруссия. Там Корзилов заканчивал войну, выполняя секретные задания. За три года связь с его группой в тылу врага не раз терялась. По правилам штаба Западного фронта документы Корзилова уничтожили. Так что пришлось ему второй раз вступать в комсомол, уже будучи награжденным орденом славы третьей степени. После войны Корзилов остался в армии. Служил в Сибири, ГДР, Одессе. Потом его часть дислоцировалась в Тирасполе. Здесь он и остался после увольнения в запас. Человек, он был очень организованный, очень точно формулировал все то, что говорил. Он был сторонником того, чтобы все то, что происходило, описывалось таким реалистичным, обычным языком. Он как-то так мельком сказал, что он не терпит вот этого пафоса. К тому моменту Корзилов уже активно фотографировал. И в 1969-м стал сотрудничать с газетой «Днестровская правда». Вот один из первых номеров с его снимками. Он снимал простых людей и официальные делегации. Особенно любил фотографировать встречи ветеранов. Много кадров, строительства предприятий и концертов. В одном из газетных номеров 1972-го года его фотография ансамбля «Песнеры» во время терраспольских гастролей. Лемар Павлович снимал ли ключевые события рубежа 80-90-х, митинги в центре столицы, про возглашение республики «Война в Бендерах». Фотоархив Корзилова передала в музей «Дочь». На каждом снимке личная печать автора. Эта коллекция сейчас в стадии научного описания. Потому что это нужно выстроить по темам, это нужно обозначить, что именно отражено. Городской стадион, например, то есть его интересовала не только экономическая сторона, но и вот эти вещи, которые отражали повседневную жизнь людей. Когда поднялись знамя победы над Рейхстагом, Лемару Корзилову не было и 22 лет. К тому моменту уже погиб его отец. От болезни и голода умерли мать и двухлетняя сестра. Может быть, поэтому о войне он и рассказывал редко. А над разговорами о романтике службы в разведке всегда смеялся. Говорил просто «Или враг тебя, или ты врага». Лемара Павловича не стало в 2007-м. За пару лет до этого он дал два больших интервью ТСВ. В них он больше хотел говорить о мире. Юрий Заяц, Максим Кирьязов, Андрей Овчинников. Отражение.